Шесть туристов из Германии, Нидерландов и Швейцарии за две недели посетили Анадырь, Кончилан и Улькаль. Пожили в ленивольческой бригаде и познакомились с прибрежными инуитами. Для компании Кутхтревел это уже не первая иностранная группа в этом году. На пути домой гостей округа перехватил наш корреспондент Игорь Баданов, чтобы узнать впечатление от поездки. Прощальный завтрак на Чукотской земле. Последние две недели туристы из Европы провели на нашем берегу. Планировали эту поездку долго, добирались с приключениями, но результат оправдал ожидания. Пять дней они жили с оленеводами в Кончиланской тундре. Кто-то ночевал в Треколе, а кто-то прямо в пологе, согреваясь в кукулях, меховых спальниках. Для мюнхенского антрополога Кристиана Адлера, который знает, что такое ненецкие чумы и жилище эскимоса в Гренландии, опыт ночевок в Яранге оказался очень ценным. Я ощутил тяжелую жизнь в Яранге, потому что Яранга открыта. У нее есть только закрытый полок, а остальная часть Яранги открыта на милость погоды. Кристиан уже бывал на Чукотке, осматривал восточное побережье с теплохода «Капитан Хромов». А большая часть группы открыла наш округ для себя впервые. Хотя с Россией и в частности с Русским Севером многие уже хорошо знакомы. Немка Тина бывала в Салихарде, Якутии и Камчатке. Теперь на ее карте есть и Чукотка. Она огромная. Я думаю, даже несмотря на то, что мы провели здесь целых две недели, тут мы увидели лишь малую часть Чукотки. Но нам очень понравилось то, что мы увидели. После оленеводов группа отправилась к морзверобоям в Уилькаль. Из-за времени года промысел понаблюдать не смогли, однако познакомились с людьми и их культурой. С гостиницами на Чукотке ситуация трудная, однако о ночлеге всегда можно договориться с местными жителями. Надо знать места и надо их мониторить, открывать. То есть в некоторых селах люди уже готовы принимать, и в принципе это достаточно комфортно получается. Конечно, инфраструктуру в полном понимании этого слова на Чукотке создать в одночасье нереально, поэтому здесь нужны постепенные какие-то шаги. То есть прежде всего подключение инициативы местных людей. В окружной столице европейские гости не задержались. А надрь – перевалочный пункт между глубинкой Чукотки и воздушными воротами домой. Тем не менее, туристы очень довольны визитом и не против вернуться сюда еще раз. Возможно, они посетят другую часть Чукотки и в другое время года. Тем временем у компании Кутк Тревел уже есть заказы на лето. Игорь Баданов, Служба информации.